всем привет это проект библии ф.м. где мы обсуждаем библиотечную деятельность во всех проявлениях и сегодня речь пойдет о литературе а точнее о творчестве сергея довлатова у меня в гостях иван журналист экскурсовод пиар-менеджер основатель проекта ходим дома вань привет привет ведь спасибо что пригласил да не за что я знаю что ты большой любитель творчества довлатова чем тебе близок этот писатель это интересная тема для разговора и я очень рад что здесь в библиотеке мы как раз об этом сейчас поговорим довлатов мне близок тем что сразу как-то запал мне так сказать прочитав первый его рассказ понял что это мой писатель и было это не школьные годы я знаю что кое-где в школах сейчас читают довлатова в рамках обязательной программы было это много позже мне было 20 лет я искал литературу такую легкую юмористическую какую-то такую спрашивал в книжных магазинах мне все время советовали да все не то и вот однажды в книжном магазине в зерках я пришел покупать довлатова уже осмысленно мне посоветовали две книги вот такую желтую и красную с рассказами рассказы все назывались очень странно зона заповедник наши филиал в общем как-то сразу по названием на юмор не наводит да ну я не долго думаю выбрал желтую книгу и поехал читать и первый рассказ который который там прочитал был рассказ зона это рассказ записки надзирателя в том что довлатов служил срочную службу в конвойных войсках и вот с этого рассказа и началось мое знакомство с довлатовым и прочитав первые строчки первые строчки там такие что все что здесь написано это было на самом деле я выдумал лишь совершенно незначительные моменты и вот эта доверительная интонация этот юмор это достоверность с первых страниц режим диалога ненавязчивость сразу подкупила плюс это мне было близко я тоже бывал в армии и несмотря на то что моя служба не было в зоне но тем не менее ничто не изменилось в армии с тех пор и вот те наблюдения молодого человека который с институтской скамьи попадает в армию что он там видит попадает зону и мои какие-то небольшие наблюдения они срезонировали я сразу начал доверять довлату ну это прекрасный юмор это прекрасная ирония это самоирония это прекрасный слог русский язык это все то что надо и дальше я уже читал подряд довлату довлату довлатов а потом обнаружил что это всего четыре тома и читать мне больше нечего но с тех пор мое знакомство с даватом только продолжается часто перечитываешь ну вот наверное раз в год что-то беру с полки читаю какой-то рассказ по настроению вот например связи с тем что началась как эта экскурсионная деятельность читаю заповедник довлатов тоже был экскурсоводом цел несколько на происходящего поговорим так что периодически перечитываю а какой любимый рассказ у тебя а вот сложно выбрать потому что любимых много рассказов ну вот нравится та же зона нравится наши заповедник вот все то что было написано советском союзе мне нравится в целом чуть чуть больше чем то что довлатов написал уже в миграции твое отношение к фестивалю довлатова который третий третий раз до прошел в прошлом году знаю что ты не только как участник но и как один из организаторов расскажи но это фестиваль мне с удовольствием это фестиваль сразу привлек себя внимание в первый год я был просто посетители как гость фестиваля я побывал на максимальном количестве встреч и в университете проходили встречи и в барах и на новой сцене бдт я в общем-то понял что это все очень достойный его делают энтузиасты его делают читатели был хороший концерт в проданьере дома довлатова на рубинштейна 23 в общем мне очень понравился конечно хотелось быть больше чем просто участником а что им для этого фестиваля сделать и вот уже на следующем фестивале я был в качестве организатора квестов по улице рубинштейна на родной улице для сергея довлатова я организовал квесты придумал вопросы для участников раздавал задание следил за тем что они их правильно выполняли было очень интересно много было участников до было было довольно было много участников было несколько заходов несколько кругов именно всего наверно в косты поучаствовать человек 50 и еще там 150 200 человек поучаствовал в экскурсиях и вот уже в этом году точнее в прошлом году прошлой осенью в сентябре я организовывал экскурсии и проводил экскурсии было ответственно вести экскурсию состоящую из 40 50 читателей довлатова большинство из которых даже старше тебя и рассказывать ему что-то интересное про довлатова на его родной улице но в целом отвечая на вопрос как я отношусь к фестивалю это замечательная инициатива хотелось бы чтобы этот фестиваль продолжался из года в год но я знаю что поскольку его делают энтузиасты и читатели довлатова лев якович лурье и анастасия принцева и не всегда у них хватает ресурса и энергии и материального ресурса для того чтобы делать фестиваль но сначала положено будем надеяться что фестиваль будет продолжаться и я конечно с удовольствием буду и дальше что-нибудь хорошие для него делать а ты упомянул про экскурсии а что ты показываешь и что рассказываешь но не обязательно про все ну если наши передачи позволяет еще час поговорить то я расскажу обо всем на самом деле тут есть что показать потому что в принципе все 38 лет которые давал это уже в ленинграде они проходили примерно в одной географической точке это улица рубинштейна и ее окрестности сохранился дом писателя рубинштейна 23 двор курдонер сеть серия проходных дворов которые ведет в его школу на фонтанке вот второй объект потом на улице рубинштейна жила тетя писателя и его двоюродный брат в доме начале рубинштейна слеза социализма из такой дом этот дом обязательно показываем показываем последний адрес довлатова рубинштейна 22 и двор ну и вот как-то за перемещением от одного дома к другому и складывается наш маршрут говорим о биографии писателя о том что может быть не каждый так сказать из читателей знает собственно о том когда он ходил в школу где он познакомился с оси пикуровской где он назначал встречи и свидания со своими друзьями ну вот обо всем об этом очень приятно поговорить на гостеприимной улице рубинштейна которая конечно во времена довлатова выглядела совсем не так и сейчас это была очень такая скучная улица но уходят слухи что довлатова на этой улице видели в тапочках и подмышками держал фокстрюра гласа тщательно ты также упомянул что у тебя в школьной программе не было довлатова насколько я знаю сейчас также не во всех ничего не меняется в школьной программе вот как вы считаешь настоящему поколению нужно ли читать довлатова чему он может научить их но ничего хорошего он конечно не научит но интересно интересно почитать будет определенно ну знаете довлатов в школьной программе да наверное это это неплохо это у нас научится хорошему русскому языку он их научит четко и понятно выражать свои мысли если они стремятся к тому чтобы узнать как жили в советском союзе люди на самом деле в период сороковых по там конец семидесятых то в принципе это очень достоверная литература честная так что если они хотят правда чего-то настоящего то я бы рекомендовал им почитать довлатова независимо от того будет ли этот писатель будет ли довлатов в школьной программе или они придут библиотеку и возьмут здесь библиотеки одну из этих книг или какую-нибудь другую они сто процентов не потратят время зря и скорее всего приобретут очень хорошего хорошего собеседника на время на время чтения этих книг им будет о чем поговорить конечно они улучшат свои навыки в русском языке как минимум спасибо да сигара с . книги сергей довлатова вы можете найти библиотека кировского района подписывайтесь на канал ставьте лайки будет еще много интересных выпусков о литературе и не только